Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Новый участник Андрей Назаров сделал свидание для Елены Каминской. Девушка пишет, было безумно весело, эмоционально и интересно друг с другом. Перед мужским голосованием Майя Донцова собирала заговор против Дениса Баранова, но за ворота отправили не его, а Дмитрия Климашова. Катя Кауфман счастлива, что вернулась с острова Любви на Поляну к своему любимому молодому человеку Илье Яббарову. «Теперь мы всегда вместе. Я так счастлива, что вернулась», пишет девушка. А новая участница Саша Платонова, которая пришла к Илье, осталась не при делах. Но девушка не расстраивается, ведь она пришла на проект не за любовью, а за эмоциями. Платонова пишет, «Дом-2 – это круто! Я пришла за эмоциями, и неважно, плохие они будут или хорошие. Я хочу чувствовать, жить. В обычной жизни у меня этого нет». Глеб Жемчуков подружился с Мариной Мексикой. Мексика поддерживает его и Лизу Полыгалову. Считает, что из них получится хорошая пара. Кстати, Глеб летит на Сейшелы женатым мужчиной. Но он все-таки добрался до нотариуса и оформил на Олю ветер доверенность. Теперь она сама будет заниматься разводом. А Оля объяснила своим подписчикам, почему она стала мало рассказывать о своей личной жизни. «Знаете, когда человек слишком долго был открыт перед всеми, хочется тишины», – пишет Ольга. «Поэтому я не рассказываю о своих проблемах, о ребенке, о разводе. Многие это понимают. Спасибо им». «У меня такой период в жизни. Обещаю по чуть-чуть с вами делиться своей жизнью, но позже». А на Сейшелах Олег Бурханов теперь находится в паре с Юлией Тепловой. Бурханов пишет, «На острове все меняется каждые пять минут. С Юлией интересно, она хорошая и воспитанная». Алиса Огородова в видеотрансляции рассказала зрителям, что она не будет больше бороться за Олега. Человек ведь сделал свой выбор. Своей подруге Юлия она разочарована. Ей все равно, что это был парень подруги. Юля говорит, что для нее это норма. Алиса ее не трогает, потому что знает, что все возвращается. Лиза Кордобовская объяснила, что с Олегом Бурхановым они просто хорошо общаются, что зря все вокруг думают, что она с ним флиртует. Девушка пишет, «Вечно меня приписывают к кому-то. Общаюсь хорошо с Олегом, все, падшая женщина. У меня куча друзей мальчиков, и я всегда считала нормальным прикалываться с ними, поддерживать друг друга и прочее. Думайте про меня, что хотите. Мне просто скучно». В интернете появились скриншоты, переписки Марины Мексики и Никиты Кузнецова. Эта переписка доказывает, что у ребят был интим, перед тем, как Марина Мексика уехала с острова. Андрей Чуев рассказал своим подписчикам, что до рождения дочки Лизы он очень хотел сына. «Большинство отцов хотят сыновей», – написал Чуев. «И я до рождения Лизы хотел сына. Но когда появилась моя маленькая принцесса, сын отошел на второй план. Если у меня кто-то спросит, кого бы я хотел, с уверенностью могу сказать, что опять хотел бы дочечку». Даша Пынзарь в своем микроблоге опозорила Ольгу Бузову. Девушки отдыхали на дне рождения Марии Погребняк. Ольга Бузова исполнила для именинцы песню, а Даша выложила в сеть ее позорное выступление. Ольга Бузова предстала перед зрителями далеко не в лучшем виде. Она демонстрировала пошлые движения. К тому же Оля пришла на вечеринку в тонкой блузе, не одев под нее белье. И в итоге ее прелести оказались на виду у всех. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.